Всем привет! Вы на канале Лёшкино. Мы сегодня в Геленджике. Утром собирались, готовили сюда еду, заготовки. На машине ехали около часа через горы. Смотрите видео. Если это понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии. На все комментарии мы отвечаем. Лайки, подписки. Ну и смотрим видео. А вот так у нас начиналось утро. Время около 7 утра. Погодка замечательная. Тучек нету. Солнышко уже греет. Вон какое солнышко сегодня утром. Так что мы сегодня собираемся и поедем на машине путешествовать. Мы пошли на кухонку еду делать. Я завариваю чай с собой в термосе. Берем чайник уже скипел. Залил я термос. Собираем мы его вот так вот с собой. И еду на кухню. Готовить еду дальше. Берем себе еще чай на кухню, чтобы позавтракать. Все, спускаюсь. Берем все в дорогу беляшики. Яички это сейчас едим. Котлетки еще пожарим. Вот он у нас еще творогом будет кормить вкусно. Анютка что у нас делает? Анютка у нас делает на завтрак опять вкусную пиццу. Большая такая будет. Пицца и много-много сыра. Да, Анютка? И поедем гулять. На тебе, вон яйца готовы. Ко, всю ночь крутили беляши. И теперь их Лена жарит. Ну а что же мы будем есть-то в поездках? Конечно, вон котлеток разных много, беляшиков будет. И сейчас садимся завтракать. Чуть-чуть осталось дожарить. Угу. Они еще пиццу не сделаны. И у Анютки происходит процесс приготовления пиццы. Но это еще не доделанное. У Анютки еще туда много разных сыров натереть. И еще, наверное, колбаску тогда режет вкусно. И будет у нее вон вкусная пицца. Этим временем, пока мы готовим себе завтрак и в поездку едой. Вот такая погодка. Не едины тучки. Солнышко светит. На улице уже очень тепло. О, как классно. Так что мы сегодня на машине поедем путешествовать. Покушали мы вкусно. Кейлк у нас он домывает посудку. Лена, нам уже дожарила все котлеты с беляшиками. Все, идем, все остальное собираем. Я что, отваливаю, отчаливаю. Все, надо ехать. Сложились мы быстро. Все у нас уже собрано. Погодка, кстати, нас радует. Тучек так и не появилось. Тепло, хорошо, здорово. Все, спускаемся вон, все, загружаемся в машинку. И полетели гулять, отдыхать. Посидели на дорожку. Последний раз проверили вещи. Ну и все, идем. Все, мы в машине. Традиционно выезжаем через какую улицу? Пограничная. Выезжаем на шоссе. Едем мы в сторону сегодня Геленджика, в сам Геленджик. У нас вот прямо поворот будет налево. И через час мы будем в Геленджике. Все, мы уже на трассе. Вот наша школьная улица. Вечером сюда вернемся. Домик нас ждет. А нам прямо практически час, как говорил. Едем, как говорил Геленджик, купаться. Едем он хорошо, быстро. Тучки практически нет. Горы, солнышко, тепло. Тут яблочки. Там яблочки. Там персики растут. Сколько всего. Коровки переходят дорогу. За беретом будем заезжать? Или на обратном пути? Лучше на обратном пути. Можно и сейчас. Посмотрим начало Михайловского перевала. Вон, крутой подъем. Все обгоняют. Мы сейчас подъем на вгоны. Поднимаемся наверх. Горы. А теперь у нас крутые спустя. Какие красивые горы. О, их уже не видно за деревьями. Только с этой стороны остались. О. О, их уже не видно. Дорога туда, то резко дорога сюда. Вот так круто поворачиваешься. Вот так вот мы объезжаем горы. Теперь такими же книгами поворотами спускаемся с перевала вниз. У нас горы с одной стороны. Такие горы большие с другой стороны. А мы все спускаемся и спускаемся теперь вниз. Вероятно, последний серпантин спуска с перевала Михайловского. И все. Едем дальше в сторону Геленджика. О, как круто. Туда. Прям целая очередь на спуск. И сюда. Последние у нас поворотики остались. Минут 10, по-моему, нам осталось до 15 доехать. Вон такие обвалы на горах. Вышка сверху еле-еле видна. Вот это да. Вот это обвало. Круто. Та же щебень собираю. Все. Счастливого пути. А теперь у нас встречает уже город Геленджик. Практически осталось нам чуть-чуть. И мы будем на море. Едем по Сосновой аллее. Сбоку остались горы. И трасса в сторону Новороссийска. А мы едем прямо. Снотная дорога и крест вон у горя. Видно, даже там люди ходят. А ем прямо. А нам прямо. Ну вот оно уже и море. Тут мы уже были, неоднократно сюда заезжали. Классно. Народа много. Вон сейчас туда заезжаем. Там море и гостиница. И проезжаем дальше, ищем местечко. Тут мы прожили практически, наверное, около двух недель. Уже не помню. Вот наша гостиница, море. Тут мы купались, направо уходили. Магазиночки ходили налево. Сейчас ещем парковку. И также идем купаться. Вот наш был проход на море. Балкончик наш прямо там сверху. Вся стоянку ставлю на машину. Мы машину ставили намного дальше. Вон прямо море у нас рядом уже встречает. Хоть выпрыгивает туда и ныряет сразу. Не, надо место найти, где-то припарковаться. Нашли вон классное местечко. Даже тут можно было поставить. Ставим сюда машинку и идем вон туда на море купаться. Классно тут попарковали. Места тут охранить как много. И с этой стороны и с той стороны вещи забираем. С той стороны тоже вон есть, куда машину поставить. Вон нас ждет море. В пляж, где море обязательно сходим. Мы уже там были. Туда сходим, покупаемся на мыс к маяку. Все. Вон пустой багажник. Пошли купаться. Пюнка осталась там. Прямо вон покажу пляж. Температура воды. Градусов сколько? Пока не видно. 26. Воздуха 34. Вон туда в сторону Марии прогуляемся. В гостинице. Тем чуть-чуть нам осталось прямо пройти до Марии. В гостинице, где мы жили. Покажу балкончик. Наш номер. Вон сейчас пляж покажу. Море. А нам дойти осталось тут совершенно чуть-чуть. Сзади ходили в сторону маяка. Купались на мысе. Ну и как узнаю? Места. Вон на пляжике сколько народу. В пляжиках он уже куча, много народу. С этой стороны мы тоже купались. Прямо вон там он балкончик. Крайне слева. На самом верху на третьем этаже наш номер. Прямо на углу. С видом классом на море. Смотрите на канале, есть видео. Это кафе нас развлекало практически до полуночи. Там вот вход. А сюда мы ходили в сторону моря купаться. Вон там наш был пляж. Также на третьем этаже угловой это наше окошко было. Мы утром просыпались, смотрели на море, засыпали, просыпались. Все смотрели на море, сидели на балкончике. Кушали, ужинали, обедали, завтракали. С видом на море. Все нарядом нам классно было. Прямо буквально раз на любое время. И мы вон на этом пляже. Классно, удобно было, даже выгоднее. Море, номер. И в любое время мы или в номере, или на море. Как хорошо тут организовали. Теперь с этой стороны пляж. Тут были сумасшедшие катамараны. Вон мостик, нырять нельзя. Прямо, посмотрите, вид на канатную дорогу. Вверху видно надпись «Геленджик», мы туда поднимались. Там же крест. О, как классно. На тех пляжах купались, что по канатной дороге наверх поднимались тоже. Смотрите, видео есть на канале. Также сверху на колесе обозрение катались. Не знаю, будет видно его на камеру или нет. Угляли по набережной. Практически чуть ли не до ночи, не до утра. Вот до туда. Там тоже есть старый маяк. В той стороне, на том берегу, так сказать, большой аквапарк. Мы тоже там были. Тоже там было классно. Там ближе к мысу аэропорт. С этой стороны гостиницы Кемпинский. И за ней маяк. Мы там тоже купались, были. Классно. Сколько народу, сколько можно разговаривать. Надо брать уже, переодеваться и идти, купаться. Ваше местечко. Буквально в 5 метрах от воды. Все, переодеваемся. Все, мы готовы. Кирюшка готова. Мама наша тоже готова. Водичка классная, тепленькая. Они говорят холодненькая. Вот, сейчас чуть-чуть с камерой можно прям немножко проходить. Вам показать еще что-нибудь. Ну и что, нормальная теплая водичка. Вон рыбок сколько маленьких. Стайки прям какие упала. Пушковая. Ну, как будто у нас теплее была вода. Да, классно. Ровно практически год назад мы тут. Купались, ныряли, загорали. Что такое? Ох, ох, ох. Нормальная теплая вода. Просто вероятно перегрелись. Пока ходили, смотрели, вспоминали знакомые места. Да, везде были. Куда ни посмотришь, там были, там были. А вот с этой стороны были лодки, катамараны. Катали на разных лодках. Какая-то в этот раз тут прям зеленая тина. Немного, но она есть. Что это такое? Водоросли какие-то, да. Немножко вода зацвела. Они говорят, вода холодная. Холодная вода не цветет. Да, классно. Вот еще бы в ту бы сторону, там покупаться на мысе. Ну, обязательно мы туда соберемся. Вдоль горы за домами идет трасса М4. По ней можно доехать до Новороссийска, до Москака и дальше. Вот, классно. В ту сторону, в сторону Архипа Осипова, в сторону Москвы. Да, классно, классно, классно. Чего вы без круга? Круг еще не на доле. Да, классно смотреть. Знакомые места. По тому, где надпись на горе Геленджик, где канатная дорога, как раз прямая линия. Сверху катались на колесе обозрения. Слева от нее крест стоит. К этому кресту в прошлом году, практически ровно год назад, пешком поднимался Григорий Лепс. Вот такая вот была тут новость для нас. Вот, классно. И парк аттракционов в той стороне. Ну, и опять в Марией гостинице, где мы в прошлом году, на этом пляже, мы тут купались и провели практически больше, чем две недели. Очень классно, с погодкой нам повезло. Прям тепло. На Мэй год назад были, тут так же было. В Алхипосипово вчера было не очень погодка, даже дождик. Может быть и тут было. За горами тут тоже входит тучка. Вон, смотрите, вот такого тут не было детского бассейна. Все купались на море. Народу тут, я бы не сказал, что биткомб от Ивосипова на пляже, просто народу кишит. Тут спокойно можно найти место возле воды. Народу немного, воде еще меньше. Мои вышли уже из воды, накупались. Ну и как водичка? Все было бы хорошо, если бы не вот эти зеленые водоросли по всей воде. Да, в этом году много-много, тут целые метчики, можно целые шарики найти таких водорослей. Вон они вдоль берега, в воде. Вон они. Там и там. В прошлом году такого тут не было. Но ничего, водичка здоровая, теплая, хорошо купались. Можете посмотреть на канале видео. В прошлом году в Геленджике был сильный дождь. И вот в гостинице как раз Мария, дорога, вот тут бежит труба. Вот она, труба. И вот оттуда, при сильном ливне, прям бил фонтан из города, сточных вод. Ну и все, мы уже на дороге. Мария, в гостинице, там осталось, где мы были. Мы в Кубаночку ходили кушать, обедать. Посмотрим, как тут с народом. Народу много, тоже есть. Будем смотреть ассортимент. Пошли. Все как и было. Салатики, компотики, вторые блюда. Супы, борщ кубанский 75, рыбки, яичницы, горбуши. Ну все, как и было. Курмешки, ловики, мясо, рыбки. Да? Цены не изменения. Гарниры, макароны, рыбки куриные. Ну все как и было. Веду машинки, взяли еду. Где у кого еда какая? Кирилла. Идем на Толстый мыс, покупаемся и там будем обедать и кушать. Но у нас на такой олейке осталось, что мест еще много. Все, идем к морю. Пляж называется Пагама. Больше сегодня температура воздух 28, вода 26. Да, народ и тут купается. В архипосипово битком народу на пляже. Тут все аккуратно и скромненько. С раннего пляжа немножко вот сюда если пройти. Тут организована площадка яхты, лодочки, моторные лодочки. Вероятно в море катают. Вон прям целая группа таких маленьких. Опять мы уже спокойным ходом идем по набережной. Красивый вот тут забор. Набережная, лежаки, пляжики. Какой тут пляжик, смотрите, классный. О, народу купается совершенно мало. На воздух, на велосипедах катаются. На яхточках маленьких. О, а нам чуть-чуть осталось. Прямо пройти. Очередной походу пляж. Зонтики, каменистые, видно, песочка тут нет. Но, кстати, может даже лучше к ногам не будет пролипать. Народу мало купается. По найдем через Сосновый Бор. Художники картины рисуют. Классная. Кто-то тут отдыхает. А мы идем еще прямо. Вот, Геленджик. Классная. С этой стороны набережной тоже культурно. Цветочки, клумбочки, елочки. Туйки. Пешеходный переход прямо. Сразу море. В сквере Сосновом в парке к морякам памятник стоит. А мы идем дальше. С этой стороны вот такие пляжики. По-моему, вообще тут народу мало. А пляж большой. Вон, кого-то сейчас на Гоша-Дракоша повезут кататься или уже приехали. Чуть-чуть нам осталось. И прямо маяк. Вот так выглядит пляж Кемпинский. Не скажешь, что он прям большой. Не скажешь, что прям тут народу много. Ну, вот так своеобразно все сделано. Камушка моя. О, прибольная площадка. Видите, они даже тут забором. В них собственная лестница, подход. Вот он какой пляж Кемпинский. Сейчас с другой стороны. Дальше еще покажу его. Так выглядит с этой стороны пляж Кемпинских. Вот прям у них тут и бар, и ресторан, и кафе, и полотенчики дают. И водичку дают на пляж. О, как. Но пляжик у них не такой большой. Нам классно. Мы сейчас идем на мыс. Вот туда вот прямо. И там будем купаться. Мы толстым мыс. Вот за этим каменистым бугорком мы будем купаться. Вот там, где лодочки прямо. Сколько тут чая много. Дальше, если от Кемпинского пройти по набережной, тут такой дикий пляжик. Покупаться можно. А мы идем туда вот. И как дошли до самого места, вроде как бы оно, с этой стороны остается сосновый такой скверчик. А с этой стороны в воде скала. Вроде по скалам и уходят туда в море купаться. Водичка вон какая чистенькая. Вот тут спускались. Плавали. Дальше ходили. Плавали. Люди как по тропинке по скале. Уходят в море. И там купаются. Вот. И сюда мы ходили купаться. Тут тоже место есть. Вот тут можно спуститься. Положить там внизу вещи. И купаться. А вечером тут красивый классный закат. Вон лодочки в море. Большие корабли на горизонте. Вон. Аквапарк. Аэродром. Геленджик. Маленький узенький проход. Спустились по тропинке сюда. И вот наше пристанище ненадолго. И туда пойдем купаться. Вот оно. Еще одно наше место сегодняшнего купания. У нас легкий быстрый перекус. Вкусненькие котлетки. Пикничок. Кушаем. И туда в море поплыли. Вон туда. У меня еще нет помидорчика. Я только котлетка. Мои уже вон помидорчики все съели. Давай, керем. 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 Теперь у меня есть помидоры. Классный у нас перекус. Четок вода. Вода классная. Тебе нравится? Тепло? Таняка говорит теплая вода. Мы уже перекусили. У нас еще запасы все не кончились. Вон там наше пристанище. Идем туда купаться. Давай. Таняк говорит теплая вода. Ой. Смотри, скользко. Ради меня видок, вероятно, классный. Смотрится красиво. Камни такие, изрезанные уже волнами водой. Все. Вон по дорожке. И туда купаться. Как Анька говорит, в открытое море. Во. Просто шикарно. Просто классно. Вон самолет. Сейчас прилетит в Геленджик. Мои ушли уже вдаль. Оставляю камеры и иду к ним туда. Ушелись мы уже в машину. Грутимся немножко по Геленджику. На то, что мы уже искупались. Теперь едем на тонкие. И теперь едем на тонкие. Одни светофоры, одни пробки. Везде по две, по три машины. Где-то по десять. Стоим на каждом практически светофоре. Прямо вон гора. Там бархат. Гетинджик. Надпись. И слева от нас будет море. А нам около километра до трассы. Чтобы потом поехать на тонкий мыс. Вон. С той стороны моря. А мы прямо. По улице Кирова ем прямо. С этой стороны сажают на канатную дорогу. На автобус в аквапарк. Также привозят. Вот сюда. С обратной стороны. А мы ем туда. Прямо выезжаем на шестер. Вон сколько народа гуляют по магазинам. А мы на море ходили купались. Вон маршрутка. И маршрутка бесплатная. А золотой бухта. Золотой бухта. И мы на светофоре. И смотрим вон там прямо крест. Канатная дорога. Куда мы поднимались. Дорога на Российск прямо. Это куда нам нужно. Шубку нам сейчас не нужно. Да. Прямо канатная дорога. О чем я говорил. Вон в Стовольке. Хрест. И вон на самом верху катались на колесе обозрения. Ветер был сильный. И все там боялись. Как много выехать на колесе обозрения? Вон. Народа никого тут нет. Пусто. Наверное, все на море. С моря поедут сюда. Называется Олимп. Да. Классно. Завернули мы налево. И увидели вон какой у нас с нашей стороны слева вид. Где мы купались, видно маяк. Весь город Геленджик. Море. Мы едем прямо в самолетики видны. Аэропорт. Аэропорт нифига себе. Один самолет. Второй маленький. Он еще один большой. Вертолет даже стоит. Вон. Мы теперь увидели аэропорт. Да. Тонкий мыс. Стоит прямо. Аэропорт направо. Понятно. Скоро тут будет здоровый большой аэропорт. Конана. Бухта. Гора Мархот. Которая осталась у нас вон сбоку. Вон аквапарк. Аквапарк. Где мы плавали от наряда. Да. Прикольно. Прямо какие-то краны еще. Порт. Опять море. Только сейчас не видно за аквапарком. С этой стороны. Мы едем прямо. Вот нас уже встречает тонкий мыс. Теперь будем двигаться. Вероятно куда-то к морю. Куда уже налево. К тому же море налево практически. Вон вижу водичка. Ого. Какой вид тут. Порт. Море голубое. На том берегу вообще ничего не видно. Он далеко отсюда. Вон. А мы прямо. Заворачиваем тут направо. Налево нам не надо. Идут нас где-то уже. Мама ждет. Место наше забронировала. Стоит. Оберегает. Чтобы мы его не заняли. Вон. Нам сегодня в Пеленджике. Все места занимают. Мы ее тут с ночевкой оставили. Она тут нам место занимала. Машинку опять вон удачно поставили. Прямо за спиной ворота. И машина возле нее. А мы идем вон в водичке там прямо. Сейчас всем покажу, как выглядит тонкий мыс. Пока мы только в него заходим. Смотрим. С одной стороны волнорезы причала. Лодочки. И люди на пляже лежат. Пляж каменистый. Тут каменистый мелким камушками. Пляж. Тоже очень мало места. Но народу очень мало. Прямо перед нами гора Мархот. Под ней идет трасса, по которой мы приехали. В ту сторону Новороссийск. В ту сторону Москва. Аркепа Осипова. Жубка. Вон какой-то порт устроится. Баржи стоят. Народ купается. Закот хороший. Водичка прозрачная. Вон можно и оттуда понырять. Классное нашли. Опять в пяти метрах от воды. Никого нет. Никто нам не мешается. Водичка вон рядышком. Камушки. Вон какая водичка тут классная. Сюда прозрачная. И в ту сторону прозрачная. Вон Анютка уже пошла купаться. Мы уже в водичке. Практически по пояс. Водичка теплая. Вот. Подлагаемые камушки. Маленькие. Да? Скалы присыпанные камнями. Да? Как? Шикарно. С видом на Клапарк. С видом на Клапарк. Клапарк там, а мы тут. И нам вон туда, вероятно, можно плавать. И туда можно плавать. Ограждение. Вон прям есть такое. Так что прикольно. А где маяк? Пока не вижу. Где-то вот в той стороне, что ли, маяк. Только его там не видно. Вот где-то в той стороне маяк, но его не видно. Вон. Вот такой вот видочек. Классная. Билка у нас будет в маске тут искать. Деньги будешь искать. Раковую. Для рака. Для рапанов целый мешок положил. Там посмотрим, кто-то в сетке. По-моему, ловят рапанов или что-то такое. Так что вот так вот выглядит пляжик на тонком мысе. Маленький. С одной стороны, а маленький с другой стороны. И все. И вот так вот. И там прямо вон, горка аквапарка. Центр города прямо. Камера на берег. Невозможно же с камерой купаться сразу одновременно. Все. Оставляю вас. И сам поплыл с пленой куда-то в ту сторону. Отдыхается нам здорово. Накупались классно. Сколько раз туда уже сплавали. Но там камушки. Камни присыпаны вот такой вот. Сколько камня. Что у нас маленький перекусик. Ну да. Скалы, присыпанные камнями. Немножко перекусываем чайку своего добиваю. Обсыхаем. Может быть туда сходим. Минут на пять. Одеваемся. Едем туда еще за угол. Еще за тонким мысом. Туда. Туда. Мы кушаем удобные булочки. Булочки вкусные с маком. Топсинские. Обалденные. Чай помощь и супер. Он уже мои все доедет. Когда обсохнут, поедем чуть дальше скупаться. О, тут мы купались. Классно, чудесно. Вот туда немножко прогуляемся. Немножко надо обсохнуть. Решили немножко погулять. Сейчас мы погуляем домой. Там люди прыгают с вода с детишками. Посмотрим. Там вам купаются пляжки. Это тоже неплохо, что мы доехали до этого места. И теперь узнали, что тут и как. А то с той стороны вечно гадали, что тут находится. Какие тут пляжи и как тут народ купается. В прошлый раз мы сюда и так не нашли. В прошлый раз вносил-то не хватило. В пляжком практически доходили вот до туда. А там еще аквапарк. А жили мы вот в той стороне, практически центра, где гляжики. Ну, в общем, здорово. Мы тут тоже провели время. Самое главное, мы хорошо покупались. Спасибо вашему дому. А поехали мы в следующий дом. В следующий мы пляжем покорять следующие вершины. Все, мы уже в машине. Но нам опять осталось чуть-чуть уже доехать до нужного места своего нового плавания, местонахождения. И будем купаться, плавать. Едем. Где она нам смотрит карту, куда нам ехать. Уже недалеко. Прямо вон за белой стеной видно лодки и море. Вон она. И труба маяка на той стороне, на толстом мысе. Видно, надо тут припарковаться. Опять мы здорово, круто припарковались. Сразу он, проход на пляж. Можно было чуть раньше так же завернуть налево. Все, дети вам собираются. Лена уже вышла. Идем купаться. Опять нам повезло. Машина и проход на пляж. 200 метров, и мы у моря. Все, забираем вещи. И поехали на своих четырех. На двоих ногах. На двоих, на четверых ползком. Мы уже так напились. Газировки. Мы приехали, где хижина рыбака на тонком мысе. Вон одна улочка. А тут вот такая улочка ведет к морю. Проход только членом кооператива. О, и Ленин. Пушка. Когда нашли машину, вон машину за спиной. Видели машину, в такой машине мы в Кабардинке покупали вкусный лангустин. Вон, тут тоже и рыба, и все есть. И креветки, и горбоши, и скумбрия. И самое главное, лангустины. Вон они где-то там. В этой части павильона вот такие цены. Навага жареная, камбала, семка, горбуша. Вон, маленькие даже барабульки есть. Кстати, неплохо мы его наловили на пляже лангустин. Оказывается, в Гленжике можно на море прям наловить целую коробку лангустин. Кладем машину, и нам туда идти на пляж. Купаться. Прячем, а то кто-то съест. Как и говорил, вон наша машина, прям на въезде. Вон, посмотрите, какой тут квартал итальянский. Люди прям живут. Прям вход сразу в дом с улицы. И идем прямо. Там море. Вон как прям. Раз, и ты дома. И тут люди такие снимают тут квартирки. По пляжу, вероятно, прямо идти. Хижина рыбака. Даже не знаю, где она. Вот так выглядит вон хижина, кажется, рыбака. А мы пошли сюда. Смотрим. Вот оно и море. Вот он, маяк. Толстый мыс, где мы сегодня купались на том берегу. Лодка возвращается. Но вот мы и на море. На тонком мысе. Вот так тут выглядит пляж. С одной стороны. Вот как. И с другой стороны. Я теперь на самом тонком, тонком, тонком мысе в Геленджуке. И там он открытое море. О, как классно. Лодки, кораблики. Да. Небо сегодня голубенькое. Тучек со стороны моря нет. Тепло, хорошо, жарко. Вот так выглядит тут пляж. И так выглядит гора Мархотт с этой стороны. Да. И тут околангистов что-то хотят поймать. С полным обманированием. С масками, трубками. Даже с ружьями. Вон. Детки все тут купаются во всем. Надо где-то найти себе местечко покупаться. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok В общем, немножко прогулялись, посмотрели на вид, на море. Вот он такой комплекс, который тут построен. Он даже построен с бассейном. Можно нырять, плавать. И тут прямо сразу переходишь и идешь купаться на море. Классно. Ну и вот наше очередное место купания или плавания. Он нашли такой берег. Народ тут купается, ныряет. Но тут скала, камни. Народ в одной стороне, народ в другой стороне. А мы купались сегодня утром и в обед. Вот там он. Кот на пляже выглядит так. Проход через забор. Дальше все тут огорожено забором. Народ лежит на травке, вон, обитает. А кто-то уже зашел и в море купается. Так вот, кто каким образом. Кто уже в воде, кто на берегу. В том поселке мы уже успели погуляли, посмотрели. Вон, открытое море. Классно, прямо в Девноморское. Геленджик-Маяк. Центр города. А я пойду своих догоняю. Смотрю, мы находимся на самом-самом тонком-тонком мысе в Геленджике. До этого мы купались на тонком мысе в той стране был пляж. С мелкой-мелкой галечкой. Так что вот тут теперь будем купаться. По плитам идем прямо и купаемся в открытом море. В теплом открытом море. Такое у нас местечко. Вот такой у нас теперь спуск к морю. О, прям крутой, каменистый, с рассыпанными камушками. Спускаемся. Тут на песчаном пляже поставляем свои шлепанцы-тапочки. И идем вот сюда, в море купаться, плавать. Вот, прям тут песочек с камушками. Так тут выглядит берег в одну сторону и в другую сторону. И вот, кстати, Пирилл сейчас покажет, какой тут песочек. Вот, какой миленький, миленький песочек. Вероятно, наверное, его сюда привозили, отсыпали. И реально так получился из горы. Заходим, ныряем и плаваем. Махаи. Кто? Все. Давайте. Крюшку Анютку вон оставили на берегу. Покупались мы классные. Вон там вон купались. В море уже много вышло лодочек. Посмотрите, какая красота тут. Какой берег. Уже солнышко заходит. Какой в этой стороне берег. А мы пройдем погуляем. Посмотрим, что вот там вот, слева. Прогулявшись немножко еще в сторону, обнаружили вот такой вот пляж. Тоже народу мало. Нормальный спуск и народ купается в море. Но тут еще солнышко. Тоже классно. Мы хотели, с Леной дошли. Практически до дальней части набережная. Вон такая набережная. Как и везде. И песчаный большой пляж. Вот там за лодочками мы купались. Плавли. А теперь пришли сюда понырять. Сейчас подумаем, возьмем сюда деток или нет. С этой стороны волнорез. Далеко уходящий он в бухту. Народ купается, видно, мелко. Далеко можно походить, даже поплавать. Камушки с песочком. И вот так выглядит пляж. В волнорезе написано. Нырять запрещено. Вот. Вот. Вот такая тут водичка. У нас немножко есть. Пять минут, даже меньше, забираем детей. И приходим, пробуем сюда нырять и плавать. Теперь мы сделаем опять так. Спасибо этому дома. Обошли мы к другому морю дома. Купаться на другой берег. Ну вот, как и говорил, наше новое очередное местечко. Пять минут пешком. Мы, можно сказать, в новом море купаемся. Да? Что? Тут холодная вода. Там была теплее. Буквально рядышком. Сережка тоже с маской, с трубкой. Там песочек насыпаем. Прямо идем по песочкам. И будем нырять. Вон, можно прям вдаль туда плавать. Пока-то солнышко нам, наверное, еще около часа. Может, даже и больше останется. Пока оно не сядет в той стороне. Вон отсюда, покажу, народ купается. Он уже сколько я прошел. У меня еще по колено даже нет. Может быть, проклоем, погуляем. Вот поэтому его нарезаю. Но пока это еще не точно. Пока надо зайти в воду. Показать вам. И пойти самому вон туда вот помырять подальше. Водичка классная. На солнышко тепло. Теперь уже мне вода окажется горячей. Анютка вон тут нашла прям закрытые улитки живые. Можно их набрать целую кастрюлю. И вместо лангустин вечером свалить в кастрюлю. Мелко, конечно, вон, докуда можно дойти пешком. Все, камеру кладу до берега. Дохожу. Просто немножко оставляю. И пойду без вас купаться. Все. Скоро уже заход солнышка. Вон, как видите, мы уже сто раз как обкупались. А теперь покажу с волнореза, как выглядит этот пляж и геленджик. Ну а теперь посмотрим с волнореза. Вот так вот проход в море. На корабликах увозят в море. Катают маячок. Толстый мыс, где мы купались. Аттракционы. Причал в той стороне. Крест на горе Мархот. Не знаю, если видно или нет. Сюда проход запрещен. Мы туда не пойдем, но там люди гуляют, ходят. Прямо аэропорт. Мархотский хребет. Гора. Ну и все. И скоро уже заход солнышка. Мы уже собираемся. И поехали домой. Все в архиву Осиповку. Если смотрите и смотрели это видео, обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите прошлые видео. Видео, которые будут еще завтра. И в ближайшие дни. Обязательно ставьте лайки. И пишите много-много разных комментариев. Очень приятно читать. Мы на комментарии на все отвечаем. Ну, в общем, вот так вот выглядят места, где мы сегодня плавали. Первое место тут. Чуть дальше второе. Вот так вот мы на машине объехали. Купались практически в центре города, где гостиница Мария. Также купались на Толстом мысе. Практически вон, где маяк. Ну и вон море. Скоро закат. Все вон кораблики, пароходики. Какие пароходики? Яхточка. Пошли смотреть закат. Возвращаемся мы уже к машине. Заснимаю закат на Толстом мысе. О, вот так вот. А мы на Тонком мысе пошли. Со всех сторон и поснимались, и пофотографировались, и виды посмотрели. Да, красиво с этой стороны смотрится. Толстый мыс. И маяк прям везде виден. Музыка. Внешний итог нашего купания сегодня мы посетили рекордное количество Трявжи, где мы купались. Вроде всем понравилось. Все уже идут замученные к машине. Замученные идем к машине? Нет. Нет, говорят, что не замученные. Все, машина наша, садимся, едем в сторону дома. Ну мы уже в машине все собрались, едем. У нас еще одна мысль появилась. Заедем на местный Геленджирский венозавод. Посмотрим, если до 9 успеем в магазин. Вроде как, я думаю, всем понравилось или не понравилось. Очень понравилось. Очень понравилось. Вода прозрачная. Вода теплая, вода прозрачная. День сегодня классный. Накупались столько мест, сколько ни один нормальный человек в день не поменяет. На Тонком мысе вот тут первое место, где мы купались. Дорога у нас уходит налево. Магазинчики, рынки. Даже прямо был большой вон он. Пятерочка. А дальше еще, по-моему, магазин Магнит. Остается аэропорт. Мы к нему еще вернемся. А вот он, винный дворик. И нам туда прямо, вероятно, есть ли там что-то открыт. Магазин или нет, даже не знаю. Пилерничьи направо. Затем пилерничьи направо. Направо. Через 800 метров. Пилерничьи направо. Пилерничьи направо. Пилерничьи направо. Нашли. И прямо написано тоже вино. Купаемся на машине. И вероятно, вон двери. К нам туда. Вот такие расценки. Все ходит 250. Филенжик 240. Полосладкая. Ну и вон много разных вин. Шампанское Абрау-Дерсо даже продается. Но тут дорого. На заводе в Абрау-Дерсо оно намного-намного дешевле. Масхака. Ну и разные другие вина. Вон какие-то же бочки. Вина в бочоночках. Вина просто есть в коробочках. Это вот эти вот вина Гиленжик. Сухое. Красное. Царица Матч. Вот еще. И покажу. И вот несколько видов. Мерло. Ковернет. И еще вот эти два видов. Удачно мы заглянули в магазин. Себе три коробочки заграбастали венца из Гиленжика. И еще Кирилл себя купил. Неизвестно кому только. Мы еще даже не знаем. А мы себе две коробочки оторвали. Вкусного, гиленжикского, разного венца. Так что будем дегустировать сегодня. Говорят, можно попробовать. Как я говорю, попробовать. У нас четыре колеса еще и руль. Нам еще до дома ехать. И мне их еще везти. Все. Садимся. Машина. И поехали. А теперь точно все уже в машине. Едем к себе в архиву Осипова. Нам ехали, наверное, чуть меньше часа. Или около часа. Но посмотрим, как мы тогда едем. Время 8 часов. Проехали и проезжаем аэропорт. Уже зубгром. Церквушка красиво горит. Мархотский хребет. Он уже канатной дороги подсвечен. Одна, вторая. А мы выезжаем на трассу. Нам прямо. Слева от меня аэропорт. Проезжаем. Какое-то строительство там еще ведется. Нам прямо. Проезжаем трубу слева. Выезжаем на трассу Дон М4. Да, классно. Какой сегодня закатище был классный. Вон какое-то там еще строительство ведется возле аэропорта. Все. Уже немножко нам осталось до трассы. Отъезжаем к трассе, к дороге. Вон, посмотрите, как подсвечены классные купола. И как кресты на закате светятся. Смотрите. Смотри, какие красивые. Прямо на закат солнце. Все. Вот наш налево, а направо наш поворот. Ну вот, последний аккорда. Пухта Гиринджек. Смотрите. Смотрите. Mach Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...